МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Мужакин. Сегодня в программе. Будет ли Казахстан продавать землю иностранцам? Почему президент недоволен работой министра сельского хозяйства Ассалжана Мамыдпекова, вы узнаете через пару секунд. Сфера правоприменения земельного кодекса касается прежде всего сельского хозяйства. А глава аграрного ведомства все это время и отмалчивался, не принял активного участия в разработке законопроекта по принципу «моя хата с краю» и даже не разъяснял. Жители села Бакты бьют тревогу. У них гибнет скот. За несколько дней погибло около 500 голов. Причины выясняются. Павших животных забирают на тракторе. Заболевшим колют что-то, но результата нет. Мы боимся потерять все поголовье. Состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны Акимом Карагандинской области. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев объявил мораторий на четыре нормы земельного кодекса, вызвавшие общественный резонанс. Мораторий продлится до следующего года. Если вы, прежде всего, объясните народу, решите с парламентом, придете к решению, тогда снимем мораторий. Если нет, то не снимем, добавил глава государства на расширенном совещании, которое состоялось в Агурдзе. Президент назвал тревоги и опасения народа оправданными. Он пояснил, что если общественность не понимает и не доверяет земельным реформам, это в первую очередь ошибка правительства. Ведь населению нужно было объяснить, что никакой продажи земли не будет. В земельном кодексе речь шла о привлечении инвестиций со стороны иностранцев, о чем мечтают все продвинутые страны. Глава государства назвал переполох вокруг этого решения спекуляцией со стороны недоброжелателей. Никакой продажи земли нашей сельскохозяйственной тем более речи не идет. То есть до соответствующих адресных групп мы не довели эту суть. Однако механизмы и нормы принятого закона не были должным образом широко обсуждены. Также в ходе совещания министр национальной экономики Ербулат Досаев подал в отставку, а министр сельского хозяйства Солжан Мамудбеков получил последнее предупреждение от Ельбасы. Нурсултан Абишевич объявил о неполном служебном соответствии министра. Поэтому я также объявляю неполное служебное соответствие министру сельскохозяйства Солжану Мамудбекову. Это означает последнее предупреждение. При невыполнении того, что сегодня поставлено, будешь уволен с должности. Резкая критика президента последовала после ряда митингов против сдачи в аренду земли иностранцам, которые прошли в некоторых регионах страны. Также Нурсултан Азарбаев поручил создать комиссию по земельной реформе, которая займется разъяснением резонансных поправок в земельном кодексе и наказать тех, кто сеет волнение и дезинформацию среди народа. Аймамлина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Всех граждан волновал вопрос о долгосрочной аренде иностранными инвесторами казахстанских земель. Многие уже знают о решении президента Нурсултана Азарбаева ввести мораторий. Что об этом думают карагандинцы, в частности молодежь города, узнавал наш корреспондент. Жители города Караганды рады, что лидер нации услышал и поддержал свой народ. В социальных сетях идут бурные обсуждения актуальной новости. Все как один твердят, что Нурсултан Азарбаев принял правильное решение. Это решение было, во-первых, своевременным и необходимым. Лидер нации показал свою дальновидность, мудрость, что он всегда с народом. Мы, как молодежь, всегда поддерживаем политику нашего президента. И мы верим в дальнейшее процветание нашего суверенного государства. Радует, что молодежь не обходит стороной такие наболевшие вопросы, а тоже принимает активное участие в обсуждении и понимает важность введения моратория на некоторые нормы земельного кодекса. Такого же мнения и преподаватели Академии Болошак. Свою позицию высказал заведующий кафедрой юридической дисциплины Акалбек Кабжанов. Это действительно для нашего народа очень важный шаг. Я бы даже сказал, мудрый, дипломатичный подход нашего президента. Причем это не первый, а очередной шаг. Это его прозорливость, это его дальновидность. Карагандинцы считают, что наш президент, наш султан Азарбаев, вновь взял всю ответственность на себя. В селе Бакты Каркаролинского района массово гибнет скот. По предварительной версии, причиной падежа стала эпидемия пастерилеза. За несколько недель погибло около 500 голов крупного рогатого скота, в том числе более 145 коров, 80 ягнят и козлят. Подробности у Аймамриной. Смотреть на поле, усыпанное трупами домашней скотиной, без слез невозможно. Ведь скот – единственный доход многих сельчан. Дархан Мухамеджанов за короткое время потерял больше десятка голов. Остальная скотина тоже вот-вот погибнет. А санитарно-эпидемиологическая служба не помогает, заявляет житель села. Ветеринары делают непонятные уколы, а трупов меньше не становится. Они делают вакцинацию, но не говорят, чем колят. Выздоровевших животных нет. Они даже не объясняют, как содержать больную скотину. Мы так думаем, что пастерилез заразен, а они молчат. Не успеваем вывозить павших животных. Мясо непригодно. У всех павших животных были одинаковые симптомы – лихорадка, пена из пасти, поражение кожи и внутренних органов. Санитарные врачи объясняют – это признаки пастерилеза. Гибнет в основном молодняк. Сейчас в районе работают ветеринарные бригады. Они вакцинируют здоровый скот, а также лечат антибиотиками пораженных животных. Погибших сжигают и предупреждают, что мясо употреблять нельзя. Специалисты выясняют причины болезни. Мы не можем объявить карантин пока, ведь у нас нет окончательных результатов анализа в крови. Скотину мы лечим, прививаем животных. Среди заболевших – более 600 голов крупного и мелкого рогатого скота. После выздоровления их придется забить. По словам чиновников, людям должны выплатить компенсацию. Аймамрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Слава этих дней не смолкнет. В честь 71-й годовщины Великой Победы Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в не совсем обычной обстановке. 45 ветеранов из городов и районов области стали участниками торжества. Красная дорожка была расстелена для уважаемых гостей. Был выстроен почетный караул. Звучал духовой оркестр. Участникам приема вручены ценные подарки. Ветеранов поздравили командующий регионального командования «Астана» генерал Камальддинов, начальник областного департамента по делам обороны полковник Укатов и председатель областного совета ветеранов Торигожин, а также и молодое поколение, учащиеся школ нашего города. Уважаемые ветераны, сегодня я и мои коллеги рады этой встрече в преддверии Великого праздника Дня Победы. Вот уже 71-я годовщина этой знаменательной даты. И чем дальше от нас идет в историю тот исторический 9 мая 1945 года, тем более ярче проявляется значимость этого дня, этой победы в историческом масштабе. именно вы, ваше поколение, те, кто на полях Великой Отечественной войны ковал эту победу, те, кто в тылу обеспечивал достижение этой победы, вашему поколению, мы, молодое поколение, нынешнее поколение, отдаем все почести. Ветеран ВОВ Алексей Лысяк был призван на службу осенью 43-го. После войны был направлен в Нижний Тагил, где учился в танковой школе. Получил звание командира. В 50-м году приехал на родину в Казахстан и по сей день живет в Караганде. Имеет медали не только за боевые заслуги, но и за мирный труд, за освоение целины, отличник трудовых резервов. Неоднократно пенсионер участвовал в юбилейных парадах ко Дню Великой Победы. Сейчас Алексею Лысяку 90 лет и по сей день он член Президиума Совета Ветеранов Сарани. Ну, прожитой жизнью я доволен. Особо в последнее время, говорит и в нашей с вами встрече, я даю вам интервью. Кто ее дает? Тот, кто доволен жизнью, доволен властью, доволен народом. Я люблю народ. Вот по моей информации, вы видите, что я всегда с людьми, и они всегда со мной. Спасибо народу, спасибо молодежи. На сегодняшний день решен ряд социальных проблем ветеранов, в том числе с медицинским обслуживанием, обеспечением лекарственными средствами, проездами на железнодорожном транспорте. Сегодня в области проживают 256 участников ВОВ и 15 054 тружеников тыла. Уважение к этим людям ненастное. Их жизнь достойна песен и стихов. Их именами хочется назвать каждую улицу и переулок. А они спокойно оценивают свою жизнь и считают, что просто выполняли свой долг. Сегодняшняя стабильность – это дело их рук, наших ветеранов. Но душа у всех молода. Еще раз хочется пожелать нашим ветеранам здоровья и ясного неба. А сердце Зубаева и Сламбекоспан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Балхаше для малышей распахнул в свои двери новый детский сад Балахай. Дошкольное заведение рассчитано на 320 мест. В полтора года родители с нетерпением ждали открытия. И вот дети уже начали воспитываться в современном детском саду. С поздравительным словом выступил глава города Балхаш Александр Аглиуллин. Градоначальник отметил, что забота о детях и поддержка молодой семьи – это главные приоритетные задачи государственной политики нашей страны. Я хочу всех присутствующих здесь, маленьких наших, еще раз говорю, жителей города, педагогов, которые будут работать в этом новом нашем детском саду, родителей, конечно же, поздравить с этим прекрасным событием, пожелать всем здоровья, благополучия и творческих успехов. Спасибо. От имени родительского общества слова благодарности выразила Гульнас Нурланова. Ее ребенок пока не ходит в садик. Женщина пришла посмотреть на новое дошкольное учреждение. Мне все понравилось. Группы уютные, много развивающих кабинетов, еще языки учить будут. Лично убедилась, что садик хороший и теперь спокойно могу везти сюда ребенка. После торжественного открытия состоялась экскурсия по детскому саду. Родители и чиновники побывали в кабинете самопознания. Здесь проходили занятия с детьми старшей группы на тему «Что такое дружба». В зале патриотического воспитания малыши познакомились с государственными символами страны. Свою работу продемонстрировали и воспитанники кружка «Маленький чемпион». В этой комнате дети могут отдохнуть и приобщиться к спорту. Будет отдельный кабинет самопознания, отдельный компьютерный класс и кабинет «Монте-Сори» из-за студии. Также оснащен медицинский блок, оснащен пищевой блок, прачечная. Все соответствует санитарным нормам и правилам. Столовая детского сада оборудована по последним технологиям. Каждый день будет разнообразное четырехразовое питание, а специалисты будут подбирать рацион и считать калории. Здесь есть игровые залы, компьютерный класс и застудия. В летнее время малыши смогут заниматься на спортивной площадке под открытым небом. Под личным контролем главы государства в стране создаются благоприятные условия для воспитания казахстанских детей. И детский сад – это первый социальный институт, где ребенок получает азы дошкольного обучения. Отправка призывников в ряды казахстанской армии началась в Карагандинской области. На торжественные проводы были приглашены и ветераны Отечественной войны. Сколько карагандинцев в этом году будут служить и где, расскажет Екатерина Афанасьева. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы в Караганде проходят торжественные проводы призывников. 30 новобранцев отправятся служить в воинские части Алматинской области. Акции у нас традиционно проходят. И я думаю, мы здесь и приглашены ветераны, участники Великой Отечественной войны, которые дают свое напутствие и делят свои моменты, опыты. Я думаю, это придаст дополнительный дух и патриотизм для прохождения воинской службы. Подобные мероприятия в городе проводятся два раза в год. На проводы были приглашены ветераны, которые поделились с призывниками своими воспоминаниями и вдохновили юношей выполнить свой долг ответственно. Вы отправляетесь служить отчизне. Дорогие мои сыновья, пусть Бог не даст вам наших мучений и войны. Хорошего пути вам! Акция организована Управлением по вопросам молодежной политики совместно с Департаментом по делам обороны, а также молодежным клубом ЖАЗ ОТАН, партией НУРОТАН. Екатерина Афанасьева, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Караганду посетили мажоресмены. Народные избранники провели встречу с населением области в театре имени Сакена Сифулина. Цель визита – разъяснение патриотического акта Менгелек-Ель и ознакомление людей с работой правительства. В ходе встречи депутаты отвечали на вопросы и беседовали с журналистами. Мажоресмены рассказали о главных направлениях акта Менгелек-Ель – это независимость, общенациональное единство, мир и согласие, индустриальное и инновационное развитие, бережное отношение к природным ресурсам, культ образования, а также общество всеобщего труда. Депутаты отметили, что разъяснительная работа реформ необходима, ведь эти преобразования улучшат ситуацию в Казахстане. В первую очередь они сводятся к антикризисным мероприятиям, а также направлены на возможность построить в нашей стране экономические, социальные, политические основы. В преддверии майских праздников сотрудники ДВД Карагандинской области решили почтить память всех солдат Великой Отечественной войны и работников органов внутренних дел, героически погибших при исполнении служебного долга. После торжественной части для всех гостей был организован праздничный концерт. На протяжении всего вечера звучали песни военных лет и слова благодарности за мирное небо над головой. Затем состоялась церемония награждения. Грамоты и благодарственные письма вручили отличившимся сотрудникам полиции. Закир Маматов уже не первый раз получает грамоту за хорошую службу. Уже 16 лет Закир в органах внутренних дел. Сейчас он занимает должность старшего оперуполномоченного. Сегодня я в честь предстоящего праздника Дня защитника Отечества, а также предстоящего Дня Победы, я был поощрен руководством ДВД Карагандинской области, награжден грамотой, что вызывает мне определенные положительные эмоции, в связи с чем дальше также полнотворно трудиться. От себя хотел бы поздравить всех женщин и мужчин, сотрудников правоохранительных органов, а также вооруженных сил, кто имеет отношение с предстоящим праздником Дня защитника Отечества и Днем Победы. Сотрудники прокуратуры Карагандинской области тоже по традиции собрались у памятника героя Советского Союза Нуркена Абзирова. Наш земляк трудился в органах прокуратуры с 1938 до 1940 года, пока не был призван в ряды Красной Армии. На площади возле монумента знаменитому летчику сотрудники надзорного ведомства собрались, чтобы почтить память всех солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, минуты молчания и возложить цветы. Мероприятие открыл заместитель прокурора Карагандинской области Нуркен Джан Ахметов, отметивший, что нынешнее поколение свято чтит память погибших в сражениях и склоняет голову перед героическими защитниками. Здесь принимают участие сотрудники прокуратуры области, сотрудники прокуратуры района Казвик-Би, Октябрьского района. Это наши молодые коллеги, количество 300 сотрудников. И я думаю, для них это тоже будет определенным стимулом в работе, все-таки дань уважения нашему земляку, герою Советского Союза. Это воспитывает у них хорошее патриотическое чувство. Они тоже носят погоны, как носил в свое время Нуркен Абдиров. Это их коллега, поэтому чтить традицию, я думаю, это будет постоянно и надолго. И еще об одном. Премьера в Караганде. Так сложились звезды. Это стало названием пятой части киноэпопеи «Путь лидера». Съемочный период длился с июня 2015 года по январь 2016. Съемки фильма про главу государства проходили как в Казахстане, так и в России. Карагандинцы, актеры, глава региона и наша съемочная группа побывали на премьере. Премьера фильма «Так сложились». Звезды киноэпопеи «Путь лидера» студии «Казакфильм» имени Шакена Айманова состоялась 5 мая в здании Казахского драматического театра имени Шакена Сейфулина. Там же и прошла творческая встреча с создателями фильма. Автором сценария и режиссером выступил российский режиссер Сергей Снежкин. В центре истории президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев. В фильме показаны самые яркие события истории нашей страны. Повествуется о роли президента, лидера нации во всех сферах жизнедеятельности, а также об инициативах главы государства, которые стали сегодня глобальными проектами мирового масштаба. Роль Нурсултана Назарбаева исполнил берег Айджанов. Не обошлось и без той, которая была рядом в каждом шаге на протяжении всей жизни. Первую женщину Казахстана в фильме сыграла актриса театра и кино Алтынай Нагербек. То, что она обычная женщина, которая очень переживает за свою семью, хочет создать уют в своем доме, хочет стабильности не только в стране, а в первую очередь в своей семье. В фильме также снимались представители киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Бекбалат Шекеров, актеры Алдабек Шалтаев, Азамат Сатыбалды, а во многих массовых сценах снимались карагандинцы. Аким областей Нурмухамбет Абдебеков поздравил актеров и всю съемочную группу, а зрителям пожелал хорошего просмотра. Самое главное, наверное, во всем этом сериале, во все эти фильмы, это личность, через судьбу которого, как через призму, рассматривается весь путь Казахстана. И роль этой личности, лидера нашей нации, в становлении и развитии Казахстана. В фойе Казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина прошла выставка, посвященная съемке фильма о первом президенте. Костюмы, предметы быта и стенды с документальными фотографиями порадовали посетителей. 26 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил премьеру художественного фильма «Так сложились звезды», которая состоялась в Астане. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. А вам Соленстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова